Опа! Отлично! Всем привет! Сегодня я решил попробовать новый формат видео. Напишите в комментариях, что про него думаете. Я решил избавиться совсем от монтажа и просто дать максимум мыслей, которые у меня есть в голове, надежды, что кому-то они пойдут на пользу. Ибо мне они сейчас очень сильно помогли. О чем сегодня буду говорить? Сегодня буду говорить про перфекционизм. Меня часто на консультациях спрашивают людям, что рассказывать, когда спрашивают про слабую сторону в карьере. Рассказывать нужно что-то, что действительно факап, который вы начали исправлять и который вы исправляете достаточно успешно, что вы можете показать результат. Не стоит говорить о том, что вы hardworking, такой трудоголик и это мой минус, но потому что это нифига не минус. Круто, что много пашет. Не стоит говорить, что вы там добрый человек, если вы не можете объяснить, почему это факап. Но если можете, то стоит. И я сейчас расскажу про свой факап. Я вам расскажу про факап перфекционизма. Казалось бы, тоже могут сказать, ну ведь перфекционизм это здорово, это значит, что ты внимательно к деталям выдаешь отличный результат везде и всегда. Да, можно и так сказать. В консультации он полезен, но при этом из-за него иногда возникает зацикливание и ты идешь по совсем неверному и супер неэффективному пути. И я сейчас расскажу про это пример. Те, кто давно подписан на канал, помнят, что мы завели канал аж в бородатом семнадцатом году, 21 января, и постепенно двигали качество контента, начиная от записи буквально на веб-камеру, без света, без сего и заканчивая уже тем, что и сейчас. А что и сейчас? А сейчас есть дорогущая камера, на которой мы все записываем. Есть телесуфлер, есть сценарий, который я зачитываю. Сейчас вот, например, его нет, кстати. Обычно есть. Есть установка света, вообще сетап всей нашей студии, которая у меня занимает целый час. А собрать студию занимало еще несколько дней. Написать сценарий, нужно найти сценариста, который это напишет. Это тоже стоит денег. Сценарий пишут. Потом я это все снимаю несколько часов, потом отдаю монтажера. Монтажер это все делает. Меним это стоит пять тысяч рублей. Еще монтажер часто пропадает, нужно искать нового монтажера. В итоге, а еще, конечно, бывают всякие факапы, типа неправильный фреймрейт поставил на запись видео, получил мерцание сзади, видео невозможно исправить, несмотря на кучу плагинов, которые я пытался купить, чтобы это починить, и пересъем еще пять часов. То есть, в результате, на съемку одного видео можно потратить, там, типа, недели две или три. Сейчас, как мы делаем, опоздать со всеми сроками, например, к черной пятнице видео мы не успели выпустить. Расходы на него порядка двадцати-тридцати тысяч рублей. И, внимание, когда мы выложили последнее видео, от нас отписались пятнадцать человек. То есть, мы, по сути, вложили где-то тридцать тысяч рублей, и, там, еще кучу времени, и три недели ждали, чтобы был результат в минус пятнадцать человек. А недавно совершенно я узнал от своего товарища Алекса из команды ProRobots, что они умудряются делать видео за пять тысяч рублей. Причем это сценарий, диктор, он не сам зачитывает этот диктор, монтажер, все это за пять тысяч рублей. И при этом они умудряются даже на англоязычном канале за полгода набрать пятьдесят пять тысяч подписчиков. Тогда как? У нас на канале за четыре года их даже сорок еще не набралось. А помните, в девятнадцатом году я ставил цель, вот мы наберем сто тысяч человек, не набрали. И к двадцатому не набрали, и что-то похожее, если все будет продолжаться как есть, к двадцать первому тоже не наберем, потому что видео куча денег забирает, куча времени, а публикации происходят супер редко. А все почему? К чему я вообще вот это нытье устроил? К тому, что это и есть как раз перфекционизм. Мне тяжело заставить себя выпустить видео некрасивое и неидеальное, потому что... Потому что некрасиво, потому что хочется, чтобы было очень круто. И чем дальше, тем еще более круто хочется. То есть, я не знаю, в какой-то момент, если я буду продолжать этот же тренд, мне захочется снимать на камеру Red или Alexa, например. Звать крутых монтажеров, цветокорректоров. У нас на некоторых видео уже работают цветокорректоры и так. Писать длиннющий сценарий, это вообще уже начинается какое-то кино для YouTube. Кино для YouTube? Что за глупость, если при этом еще и люди отписываются? И, в общем, теперь... Это был мой факап из истории о моей отрицательной черте в карьере. Теперь восходящий тренд. Восходящий тренд решил как раз начать сейчас. И посмотрим, насколько он пойдет восходящим. Я теперь буду снимать видео суперпростые, за исключением парочки, которые сейчас в пайплайне и нужно доделать. Будет видео на одну камеру, максимум, может быть, переключение на две практически без монтажа. И все это будет просто хороший контент. Я буду стараться делать именно хороший и интересный контент. А продакшн упрощу, я заставлю себя не быть перфекционистом. Это тяжело, но если хочешь расти, ты должен себя пинать, заставлять делать то, что тяжело и таки побаровать свою слабую черту в карьере. Собственно, если у меня это получится сделать, допустим, через полгода, я смогу выкладывать видео простые, но при этом интересные, люди будут смотреть, лайкать, комментировать. Ну, кстати, полайкайте и покомментируйте. И на количестве просмотров и вообще на фидбэке это как-то отразится, то значит, я начал эффективно бороться со своим перфекционизмом. И я смогу эту историю рассказывать на интервью, если мне куда-то на интервью придется ходить. Если же через полгода все останется точно так же, у меня будет суперсложный, супердорогой продакшн, который еще никто не смотрит, и видео, которые мы пускаем раз в N месяцев, то, извините, перфекционизм я свой не поборол. Ну, тем хуже для меня. Поэтому, пожалуйста, те, кто подписан, те, кто более-менее за каналом следит, проследите. Я даю коммитмент, что я буду выпускать часто и просто. Вот напомните мне, если я буду делать не так. И дайте мне пинка хорошенько, чтобы я таки начал снимать просто и нормально. И часто. Вот так вот. Кстати, расскажите в комментариях, как вам вообще этот формат. То качество видео, которое сейчас будет, то, не знаю, звук, все, контент, опять же, без сценария, просто что приходит в голову. Полезно вам или нет? Если полезно, поставьте лайк, напишите. О, да, прикольно, полезно, что-нибудь такое еще. Если нет, об этом тоже напишите. Я очень ценю фидбэк и всегда его слушаю. В общем, все. Спасибо, что смотрели. До следующего раза, который, я надеюсь, в этот раз будет сильно раньше, чем обычно. До скорого.